Добрый день, ребята. Добрый день, учителя, товарищи. Я прочитаю, как Андрей Анатольевич уже сказал, лекцию «Токтонические парадигмы». Начну с выражения Джон Холдена. Мир устроен не только причудливее, чем мы думаем, но и причудливее, чем мы можем предполагать. Важнейшим понятием научных революций, есть такая теория Томаса Куна, является понятие парадигма. Что такое парадигма? Парадигма – совокупность научных достижений, в первую очередь теорий, признаваемых научным сообществом в определенный период времени. Понятие нормальная наука, где безраздельно господствует определенная парадигма, и существует понятие научной революции, когда происходит распад парадигм. То есть это либо конкуренция между альтернативными парадигмами привозит к победе одной из них, либо иногда бывает так, что лидер научной школы просто умирает. Есть такие парадигмы, которые связаны с именем одного ученого. Что касается тектоники, являющейся базой или вообще основой геологических дисциплин, я надеюсь, что вы, познав геологию, в дальнейшем поймете, что тектоника является одной из главных геологических дисциплин. На примере тектоники я расскажу о сменах парадигм, которые происходили в пределах обычного 20-го и в начале 21-го века происходят сейчас. Во-первых, до середины 20-го века преобладала фиксическая парадигма или геосингренальная парадигма, и все парадигмы в геологии тектонические связаны обычно с получением новых данных. Это геохимия, это геофизика, это буление скважин, которые поставляли новый материал. На основе этих эмпирических данных происходили вот эти смены концепции, гипотез, парадигмы, как мы договорились о них наговорить, и это приводило к осмыслению вот этого багажа в течение обычных 20-30 лет. Потом проходит новая парадигма. В 60-х годах прошлого века по настоящее время в основном преобладает мобилистская парадигма, или гипотеза тектоники плит, кто как ее называет, теория, концепция, парадигма. Это связано с тем, что с начала 60-х годов были получены новейшие данные на то время. Геофизические, геохимические, изотопные исследования легли в основу некоторых воззрений, и произошла так называемая цифровая революция в основном в количественных отделах геологии, геофизики, геохимии. Сегодня достаточно сложный переходный период. Необходимо сказать, что мобилистская парадигма не устраивает, прошло уже 40 лет, как видите, не устраивает геологов-тектонистов с точки зрения полученных новых данных. Поэтому существует такая тенденция в тектонике, когда ищется глобальная модель Земли, или динамическая глобальная модель Земли, которая должна объединить каким-то образом, здесь сложно сказать, как это произойдет, вот те направления, которые в нижней части этого слайда описаны. Это плен-тектоника, революционная гипотеза, гипотеза расширяющей Земли, ну и другие. Я сегодня остановлюсь на трех основных парадигмах, вот фиксистской, мобилистской и плен-тектонике, с вашего позволения. Это вот первая часть будет лекция, она более традиционная. Многие из вас, в общем-то, какие-то азы, видимо, сведения по тектонике, естественно, имеют. А вот вторая часть лекции будет не совсем обычная, в общем-то, и для меня, но увидите, заинтригоруйтесь. На сегодняшний день геологи, ну почти все определяют строение земного шара. Обратите внимание, значит, некоторые исследователи, кроме верхней и нижней мантии, как обычно в учебниках существуют, выделяют еще среднюю мантию. Поэтому это тоже показатель основанный, вернее, эти параметры основаны на геофизических исследованиях, проходивающих сейсмических волн, и это строение Земли, видимо, будет как-то модифицироваться. То есть здесь тоже нет незыблемого с условием получения новых данных. Вам известно, что существует океаническая и континентальная кора. Океаническая кора в основном была, начались детальные исследования, американскими исследователями, в середине прошлого века. В Советском Союзе исследования остановились в основном на изучении континентальной коры. Я вам предлагаю самый глубокий кер, вот здесь вот, который достало человечеству. У меня есть такой подарочный кер, это 12 тысяч... 12 тысяч 262 метра глубже человек вещество не поднимал на сегодня. Вот эта скважина, расположенная на Кольском полуострове, Кольская сфера глубокая, к сожалению, вот она уже закончила свое существование, она выполняла вот эту задачу исследования границы гранитного и базальтового слоя, в частности. К сожалению, напрямую подтверждение геофизических материалов не были получены. Это еще одно доказательство того, что изучение вещества приводит к новым изменениям взглядов на тектоническое строение. Поэтому с получением более глубокого материала, я надеюсь, что человечество скоро придет к вскрытию мантии в океанической коле. Это относительно недалеко, это 5-10 километров под толщей воды в океане. Поэтому, скорее всего, мы ожидаем ближайшие десятилетия, может быть, вхожения в мантию и получения совершенно других уникальных материалов по вещественным составам, по геохимии, по геофизике и так далее. То есть, будут еще новые какие-то революционные сдвиги в этом отношении. Что касается, давайте перейдем к парадигмам. Очень кратко про геосинклинальную парадигму, которая очень хорошо работала в середине 20 века, особенно на территории бывшего Советского Союза. И многие советские геологи были сторонниками геосинклинальной парадигмы или фиксизма. Что такое геосинклиналь? Вот здесь дано определение. Область длительного и интенсивного. Обратите внимание, вертикального движения земной коры. В отличие от мобилистской парадигмы, где у нас преобладает горизонтальное движение. В своем развитии геосинклиналь проходит две стадии. Интенсивное прогибание, это так называемая главная стадия, и горообразование. То есть, на месте прогиба, обратите внимание, рисунок от вас слева, сначала формируется глубокий прогиб, а в дальнейшем, на заключительном этапе, вернее, формируются горы. И там, где был прогиб когда-то, мы имеем на сегодняшний день горы. Какие характерные признаки геосинклинальной существуют? Это большие скорости колебательного движения, большие мощности осадочных пород от 10 до 25 километров. Это широкое развитие магматических процессов, которые проявлялись в возвержениях вулканов, в неделении магмы. Интенсивный метаморфизм горных пород, который связан с погружением, значит, более под толще осадочных пород и других пород, магматических, метаморфических и метаморфизации пород. Образование рудных магматических скоплений, интенсивная общая складчатость и значительное поднятие на заключительном этапе создания вот этих аэрогенных поясов. Одним из классических регионов развития геосинклинальной парадигмы является Урал. Для Советского Союза очень интересная область, связанная вот с этим уральским сегментом Урала-Охотского, Монголы-Охотского пояса, разделяющего две основные платформы, это Восточная Европейская и Сибирская платформы. Это линейная структура, вытянутая на протяжении двух тысяч километров и сохраняющая свое геологическое строение в очень узком диапазоне ширины, то есть ширина Урала от 40 до 250 километров. На этом участке мы имеем очень быструю смену. Ну вот эта часть посвящена геосинклинальной. Следующая геосинклинальная парадигма, наиболее сегодня массово принимаемая, это парадигма тектоники плит или плит тектоника, это парадигма мобилизма. Согласно данной гипотезе, в основе глобальных тектонических процессов лежит горизонтальное перемещение относительно целостных блоков литосферы, так называемых литосферных плит. Движение, основные положения тектоники плит, давайте остановимся, в большинстве случаев, в общем-то, вы представляете, я только так закреплю. Различаются, верхняя часть планеты разделена на две оболочки, это жесткая и хрупкая литосфера, вот на этом слайде, самая верхняя, да, это литосфера, которая плавает, ну так, образно говоря, на подвижной пластичной астоносфере. Вот здесь она показывает. И перемещение этих плит, их всего, вот крупных плит на Земле на сегодняшний день выделено 8, кроме того, десятки средних и множество мелких плит. Их перемещение и связано, кстати, в последние десятилетия существует прямое подтверждение, что плиты двигаются. С помощью GPS-приемников мы видим перемещение, в общем-то, плит в разных направлениях, благодаря вот этой концепции. Что происходило в прошлом по гипотезе тектоники плит, мы видим вот на этом слайде, видите, от 2 до Кембрия, от 2 миллиардов 600 тысяч лет до 200 миллионов лет и дальше. Можно продолжать, в настоящее время мы видим перемещение этих плит по земному шару, вот формирование, распад Пангея и так далее, и так далее. Вот эти вот и других суперконтинентов, которые были вот по, ну, такая своеобразная мозаика, которая, в общем-то, пазлы, да, как молодые люди сейчас говорят, они собираются и расходятся. Вот такая вот гипотеза. Вот один из фрагментов на 260 миллионов лет, тоже такая реконструкция Пангея и Лавразия, как они, вот, черным квадратиком показана территория республики Татарса. То есть это было море, было море, правда, неглубокое, которое на сегодняшний день, ну, понятно, что здесь его нет. Основной причиной движения плит считается мантийная конверция, обусловленная мантийно-теплогаллюционными течениями. Это вот последние работы и отечественных, и зарубежных исследований, показывающие вот такие вот, значит, модели для образования вот тектонических, вернее, движений плит. Различают три типа относительно перемещения плит. Это расхождение или дивергенция, оно называется схождение или конвергенция, и двиговое перемещение. Слева от вас показаны как раз вот лифтовые, значит, это дивергенция, формирование лифта, конвергенция, схождение, когда одна из плит, океаническая или континентальная, перемещается относительно друг друга или погружается друг по другу. И внизу это вот как раз те границы, или трансферный плит, по которым происходит перемещение либо горизонтальное, либо вертикальное. Дивергентные границы, границы вдоль которых происходит движение, развяжение плит, вот на этой модели, вы видите, что существует какой-то магматический очаг, который генерирует энергию для вот этого перемещения горизонтального. То есть оно как бы формирует вот эту энергию, которая необходима для развяжения в горизонтальном направлении, в латеральном направлении этих плит. Я, честно говоря, не совсем сторонник и не понимаю до конца этого механизма, честно говоря, как такие плиты могут развиваться, но тем не менее вот апологеты этой парадигмы, они вот считают, что этого достаточно для перемещения вот этих огромных, вот этих восьми основных плит, о которых я ранее говорю. Спрединг – это океанический лифтогенез, раздвижение океанических лифтогенез. Есть существующий континентальный лифтогенез, это раздвижение континентальных плит. Вот пример, что происходит в так называемой лифтовой зоне. Лифт – это от английского лифт расселенное львое щелье. Крупная линейная вытянутая щелевидная или ровообразная структура глубинного происхождения образуется в результате растяжения или продольного движения земной коры. Справа показаны примеры от океанических, срединоокеанических ребят до континентального лифтогенеза, на примере Байкал. Хотя некоторые исследователи считают, что Байкал не совсем лифтовая структура, но большая и подавляющая часть считают все-таки это континентальным лифтом. Вот здесь модели не из американских учебников. Вы видите, в общем-то, и знакомые наверняка с этими направлениями, когда в высевой части мы имеем раздвижение литосферных плит и их перемещение. Вот строение срединоокеанического хребта на этом слайде показано. И, как видим, идет омоложение ближе к лифтовой зоне, в зоне, значит, спрейдинга мы видим более молодую кору, а на периферии более древнюю. Что касается строения лев и дна океанов, мы в последние годы, ну, десятилетия будем считать, получили вот новые данные, и достаточно интересные для обоснования как раз-то тоник-блит. И существуют трансформенные разломы, которые мы видим... Извините. Мы видим вот на... Здесь достаточно хорошо видны, это вот очень известная такая классическая зона срединоокеанического и атлантического хребта, которая разбита, в общем-то, трансформенными разломами. Один из примеров таких выхода спрейдинга на поверхность – это Исландия. Вот со своей активной вулканической деятельностью вот пример как раз этими извержениями, которые мы видим буквально вот в последние годы. Пример континентального рифта, как я уже объяснил, – это озеро Байкал. Одни исследователи считают, что образование Байкала, значит, объясняет вот расположение в виде такой вот трансформенного разлома, другие предполагают наличие мантийного плюна, чуть опережая парадигму плюм-тектоники. Третий объясняет это пассивным так называемым лифтингом в отношении коллизий Евразии и Индостана. Но преобразование Байкала продолжается до сих пор. У меня, если останется время, я отдельно еще расскажу про Байкал в конце лекции. Лифт вызывает очень активные сейсмические явления в настоящее время. Байкальский лифт – это самая сейсмически активная зона России на сегодняшний день. Обратите внимание, вот вокруг Байкала через, может, 10-15 миллионов лет в будущем мы будем иметь здесь примерно Красноморский Красный море, вот раздвижение плит, которые, если идти по теории гипотезы, гипотезы тектоники плит, будем иметь море, которое будет разделять эти плиты. Но я не знаю, как их сейчас назвать. Конвергентные границы, границы, вдоль которых происходит столкновение плит. Причем плиты, видите, есть океаническая-океаническая, могут сталкиваться океаническая, континентальная, континентальная, континентальная. Выделяют два вида конвергентных границ или видов – это субдукция и коллизия. Субдукция – это погружение или поддвиг океанической плиты под континентальную. Вот на слайде здесь хорошо видно. И видите, что на поверхности мы имеем под магматическими очагами островные дуги и вулканы. Это основные на сегодняшний день для Земли, вот этот огненный знаменитый пояс вокруг Тихого океана, сформирован апологетами тектоники плит. Предполагается, что это именно яркий пример субдукции. И на поверхности они формируют вот эти островные дуги, так изогнутые, вот западная часть Тихого океана, видите, в общем-то, и Россия, и Япония, и Индонезия. Вот эта часть достаточно хорошо проявлена в виде вот такой островных дуг. Что касается вот этого, такой субдукции, то на глубине до 300 километров мы имеем гипоцентр мощнейших землетрясений, которые происходят на сегодняшний день на Земле. Вот на этой, причем, обратите внимание, по периферии, вот особенно Тихого океана, мы видим как раз самое большое количество, это вот это огненное кольцо, о котором я упоминал, причем здесь есть и сейсмическая активность, и вулканы на этой территории, на этой площади, связаны вот с этими катастрофами, с которыми сегодня человечество сталкивается достаточно часто, с большим количеством жертв. Обратите внимание, некоторые катастрофы в той или иной мере связаны с Тихтоникой, с разгрузкой напряжения, которое присутствует здесь, исчисляется сотнями тысяч. Это вот, значит, землетрясение на Суматре, это последнее землетрясение в Японии, да, в 2011 году. Образование вот этого цунами, вот на правом верхнем слайде, показано, как цунами двигалось в сторону юго-восточной части Тихого океана, от японских островов, это огромное количество ущерба, большого ущерба и достаточно большое количество жертв в развитой стране. Это вот формирование, разрушение, то есть атомных электростанций, для Японии это существенно, поскольку атомная энергетика является одной из базовых элементов энергетики Японии. Вот здесь тоже такие последствия. Кроме этого, вулканическая активная деятельность, которая проявлена как раз и на западной, и на восточной части, это здесь примеры и Камчатки, показаны здесь примеры гавайских извержений базартовых лав. Это, в принципе, вот подтверждение как раз этого момента. Карымский это Камчатка, извержение вулканов вот с выбросом на очень большую высоту пепловых туч, которые формируют такие очень своеобразные облака, напоминающие, наверное, испытания ядерной бомбы, да? То есть энергетика очень большая таких процессов, которые... Есть прикладной аспект изучения вулканов в области вот тектонически активных зон. Это перемещение самолетов, авиатрассы, которые проходят в этой части. Это актуально, в общем-то, вот с Европой мы уже столкнулись, да, когда были закрыты аэропорты. Здесь мониторят несколько стран, Япония, Канада, Соединенные Штаты и Россия. Вот это область, северная часть Тихого океана, потому что вот пепловые горизонты на правом рисунке внизу показаны извержения на Камчатке, какого-то вулкана, Ключевской, да, и пепловый горизонт, который идет в центральную часть Тихого океана, пересекая, видите, красными линиями, показаны, значит, это авиатрасса. То есть попадание пепловых частиц в двигатель самолета, ну, были такие случаи, они были единичные, правда. Но раз был прецедент, значит, есть опасение, что он может повториться. Поэтому попадание пепловых частиц в двигатель самолета может вызвать аварию и катастрофу. Поэтому это предупреждение, вот, это хороший пример, когда многие страны договариваются в научном плане и решают такие прикладные задачи. Здесь 150 авиалейцев в сутки проходят, представляете, да, достаточно большое перемещение, в общем-то, воздух. Границы плит проходят по трансформенным разломам. Трансформенный разлом – это вид сдвига, по которому происходит скольжение сегментов и плит. Один из примеров модели, вот, значит, они наряду с горизонтальным перемещением происходит еще сдвиг вот в области такого, таких вот. Один из самых известных на поверхности, значит, трансформенных разломов, разлом Сан-Андрес в Калифорнии, которое отделяет Калифорнию от североамериканского континента сегодня. То есть это пример того же Байкала, только в таком уже более открытом, так скажем, варианте. Ну и перейдем, давайте, к парадигме плюм-тектоники, основанной на том, что, значит, где-то в нижней мантии, на границе мантии ядра, формируются плюмы, которые, факелы переводятся, ну, вот такой перевод существует, которые выстреливают до поверхности земли на расстоянии вот в несколько сотен километров и формируют на поверхности купола диаметром до тысячи километров, до тысячи километров, с возвышениями один-два километра. То есть здесь формируются относительно точечные, они называются, эта парадигма называется теорией горячих точек или горячих полей по-другому, которые формируют вот такой последний образ возможной морфологии плюма, представленная вот для земного шара в таком виде. Здесь вот на глубине где-то мантии ядро, и выстреливающие плюмы на поверхность, которые на поверхностной части формируют такие вот купола в диаметре до тысячи километров. Горячих точек на земле по сторонникам плюмотектоники существует около 150. Наиболее известные на сегодняшний день это области, которые, вот это Афар, это значит области, где сходится ведь Аравийский плод, почти сходится южная часть Красного моря и Африка. Это Йеллстоун, знаменитый. Это области гавайских вулканов, я о них далее скажу. В чем отличие, в чем единство плюм и плейтектоники, вот показано на данном слайде. Мы видим линейную структуру границ на примере плейтектоники, верхняя А рисунок, а Б – это вот горячие струи, которые существуют уже в таком площадном и точечном варианте, ну точечном условии. Да, мы говорили, что это достаточно крупные концентрические структуры, которые выстреливают из низов мантии до поверхности. Принципиально, что, в принципе, и тот, и этот механизм приводит к причине перемещения плит. То там линейная структура раздвижения, то здесь вот отдельные точки такие крупные. Хотя они очень близки по моменту вот такой симбиоз этих двух парадигм. Обратите внимание на примере гавайских знаменитых вулканов. Наверху слайд. Идет плюм мантийный. Вот здесь мантийный плюм. А здесь перемещается плита. Плита перемещается, и цепочка гавайских вулканов является как раз подтверждением того, что плюм работает постоянно, условно говоря, примерно в одном месте, а плита над ним перемещается, какой-то скорость, формируя вот эту цепочку таких вулканов. Ну вот один из примеров такого симбиоза вот этих парадигм. Примером использования таких плюмов на сегодняшний день является гипотеза, что алмазы, например, кемберлиты образовались как раз за счет таких плюмов. Строение кемберлитовой трубки очень напоминает, если вы помните слайд, который я показал, знает выстреление плюма ближе к поверхности. Поэтому вот такая структура, вот алмазоносные трубки, которая близка к строению плюмов. В заключении вот этого блока лекции здесь выражение, которое вводит в сомнение и в решение в дальнейшем, я надеюсь, что кто-то будет заниматься такими теоретическими вопросами тектоники в аудитории. Попытки обозначить новые идеи внутрипроекционно-тектонической парадигмы, там перечисляется, ведь тектоник плит, мантийные плюмы, других коров, представляет скорее, как некий мероприятие по благоустройству сложившегося стопика, а не поисков выхода из него. К сожалению, есть многие вещи, которые говорят о том, что даже появившийся в рот плюм тектоника на границе XX-XXI века тоже не решает проблемы, которые существуют сегодня и в теоретической, и в прикладной геологии тектоники. Поэтому мы пошли по пути, поиск необычно получилось, я, в общем-то, не специалист-тектонист, но занимаясь некоторыми проблемами, связанными с космическим веществом, космической пылью, мы пришли к тем интересным выводам, которые я сегодня попробую вам рассказать. Во-первых, мы попытались найти объекты, которые могли быть изучены и далее перенесены на очень крупные объекты. Для вас не секрет, что в геологии изучаются очень большие объекты, которые не подвержены или нельзя исследовать в лабораторных условиях, как у химиков, физиков, биологов. То есть лабораторный эксперимент преимущественно для геологических объектов невозможен, поскольку мы апеллируем геологии очень крупными структурами, крупными объектами. Но, конечно, нам всегда хочется получить какие-то закономерности, которые мы могли бы исследовать. Поэтому я когда-то создал такую теоретическую сначала модель условно-среднего размера геологических объектов и условно-среднего времени их формирования. Обратите внимание, они связаны планетарный уровень и атомный, достаточно прямой такой зависимость. Между ними идёт минеральный уровень, петрографический, фасциальный, формационный. То есть теоретически я предсказал некоторые вещи, которые являются... И мы изучали последний, этот нижний уровень, атомарный на уровне очень мелких объектов, минеральный атомарный, на очень уровне мелких объектов, о которых я расскажу. А планетарный уровень, о которых я вот в первой части вам лекции рассказал. Вот выражение Вильяма Блейка или стихотворения «В одно мгновение видит вечность, огромный мир, вернее, песка, в единый год и бесконечность, и небо в чашечке цветка». Геологи всегда были фантастами, я к этому тоже вас призываю, в хорошем смысле этого слова. Мы всегда имеем неопределённость объектов, которые мы не видим никогда, обычно. Единичные наши пересечения в виде скважинного материала – это не лишение той проблемы, и вот поэтому возникают эти парадигмы, тектонические, другие парадигмы в геологии. Всегда. Так вот, мы задались такой целью. Нельзя ли сравнить земной шар и объекты, допустим, планетные объекты, с теми объектами, которые мы сегодня изучаем в лабораториях. В частности, в последние годы я со студентами, магистрантами своими, изучаю космическую пыль на приборах, которые есть в Казанском университете. Это микротомограф рентгеновский и сканирующий электронный микроскоп. Очень современная техника, которая позволяет исследовать детально и поверхностные объекты на поверхности, определяет минеральный, химический состав и видеть внутреннее строение. Вот томограф, частный, не разрушает этот объект. Космическая пыль, я вкратце только скажу, что это такое, это объекты, которые постоянно падают на земную поверхность, и это количество космической пыли достаточно большое. Оно было всегда. То есть нас интересовали не только вот такие теоретические воззрения, но и применение космической пыли для корреляции некоторых объектов, которые могут быть скоррелированы по уровням выпадения такой космической пыли. Ну давайте возвратим стектонику. Обратите внимание, я покажу сейчас один небольшой ролик буквально, как выглядят... Космический шарик вот такого типа. То есть действительно они называются шариками. Они были обнаружены в конце 19 века при экспедиции Челленджер на дне океана. И впервые вот как раз были упомянуты, обратите внимание, там с дырами бывают полые, бывают цельные сферы. Они составят преимущественно из магнитета. Размер их 1,1 мм. В среднем. В среднем. Есть больше, есть меньше. До миллиметра максимум. То есть они на 10-11 порядков меньше нашей Земли. Но Землю мы так изучить не можем, да? А вот такие объекты мы можем сегодня изучать. И далее я покажу вот те результаты, которые были получены буквально в последнее время с помощью такого вот томографического и микроскопического анализа. Обратите внимание, здесь строение вот этого шарика с помощью вот тех терминов, которые мы опировали в тектонике. Ядро, мантия, корка или кора, давайте так назовем, да? Она покрыта, в общем-то, такой вот корой, которая очень близкая по строению, к строению земного шара. Да, если вот так абстрагируется, пофантазируем. Попробуем. Далее. Вот исследования показали, что оказывается, в пределах этого маленького шарика, да, который составляет 100 микрон в диаметре, существуют совершенно разные минеральные виды, и состав-то их совершенно разный, в разных частях. Мы сделали вот такой анализ и получили, но я не буду на деталях останавливаться, получилось, что от центра к периферии, то есть от ядра к поверхности этого шарика происходит следующее, изменяется и химический состав. В центре будет вот самородный никель, потом самородное железо, никелистое железо, на поверхности это магнетит и гематит. Очень близко к строению земного шара, как помните, да, у нас либо железное ядро, либо железо никелевое, оно потом идет силикатное, но вот здесь силикатов поменьше, но это связано с самим объектом очень маленьким и временем его формирования. Строение коры отдельно, смотрите, микроскопия показывает очень сложное строение оболочки этого шарика. Он состоит из одного практически минерала, ну, магнетит и, может быть, гематит, более окисленное, значит, железо, но строение очень сложное и напоминает опять нашу вот земную кору, да, там с фантазиями осадочный, базальтовый слой, значит, гранитный слой, хоть как вы назовете, но это вот подтверждает. Далее, на поверхности шариков, здесь много объектов было исследовано, но в сумме я компилирую такой материал, на поверхности шариков есть микрократеры, обратите внимание, вот желтенькими стрелочками показал, причем состав этих шариков состоит, видите, вот, вине кратеров, включает никель железо, то есть вот эти плюмы, так скажем, которые в ядре находятся, этого шарика, не этого конкретно, но этого тоже, видимо, они выстреливают на поверхности и выделяют вот такие вот микрократеры, которые напоминают наши вулканы на поверхности Земли, вот подтверждение другого шариквити, причем эта горячая точка, обратите внимание, расплавляет оболочку, магнититную оболочку, тоже с очень сложным строением, формирует такие вот плюмы, так, вот эти выстрелы, я дали покажу еще. Еще вот такого типа, видите, микрошарики, на шарике мы видим вот этот микрократер, такого типа. Распределение температуры в мантии, ядре Земли, я перехожу по сравнению, сравнение, вот обратите внимание, сейчас томографический гавайский плюм, я рассказывал, исландский плюм, это вот форма этих движений флюидов от границ мантии к поверхности, вот такого типа. Вот сам плюм, так выглядит, значит, вот я модель объемную показывал, здесь вот 2D вариант, а это вот наши сферы, я красными заливками показал возможные миграции вот этих флюидов к поверхности этих шариков, поверхности, видите, вот по этим каналам, которые слева без заливки, а справа показаны эти заливки, то есть они мигрируют на поверхность, и потом некоторые полые, просто никель, никелевое ядро или железо, самородное железо может исчезнуть, то есть тогда мы имеем полую поверхность, иногда они сохраняются. Что касается еще одного изображения, такого по томографическому ролик, вот посмотрите внутри, что происходит от этого шарика, ну одного из шариков, это поры, причем, видите, на поверхности сферы мы видим различные вот эти вот выходы, тех, возможно, иногда будет газовый пузырек, такое тоже не исключается, но, скорее всего, здесь встречается, ну, мы пока предполагаем, либо это был никель, никель железо, либо это был пролет другого шарика через этот шарик, такая есть фантастическая идея, я потом покажу, как это может быть, выглядит. Пока мы в стадии таких, в общем-то, экспериментов и находок новых направлений в этих объектах по сравнению с нашими крупными объектами, вот давайте из Земли перенесемся на Луну. Я показывал последнюю, одну из последних работ по строению южного и северного полюсов Луны. Вот справа внизу, значит, с помощью специальных программ, значит, астрономы сегодня получили строение, вот это южный полюс показан, Луны, обратить внимание к такой крупной, значит, впадину, которая образована, скорее всего, соудалением, да, на поверхности Луны огромное количество кратеров, больших, маленьких и так далее. Вот здесь показан такой достаточно крупный кратер, а это наш шарик. Есть сходство, да? То есть мы имеем в виду, что эти космические пыли, они постоянно соудаляются. Они могут соудаляться в атмосфере Земли. Еще один момент. Когда уже метеорит падает на Землю, после Челябинского метеорита были обнаружены, у меня есть коллега, соавтор мой, институт физики Земли, который работал вот с Челябинским метеоритом. Они в снегу нашли вот как раз это достаточно количество микросфер такого плана вот после падения Челябинского метеорита. Ну и заключение. Я хотел бы вас все-таки вот такой спич небольшой. Планета Земля есть тайна, ее надо разгадать. Если будете разгадывать сюжет, то не говорите, что потеряли время. Мы занимаемся этой тайной, и мы хотим быть частью Земли. Я желаю вам успехов в дальнейшем познании геологии. Спасибо за внимание.